Переводные имена Ну, вы знаете, кто такой однокамушкин? Нет? А Эйнштейн, если с немецки перевести по-русски, то это однокамушкин. Или вот такое. Есть, скажем, растение марихуана. Мари, по-русски это Мария, Хуан, это Иван. Можно ли перевести растение марихуана? По-русски это должно звучать как Иван да Мария, правда? Есть вот эти вот склонности, что имена собственные они не переводятся. Теперь давайте вспомним, что когда началось, скажем, в Антиохе в церкви появились, где было больше неевреев, чем евреев, там было богослужение на греческом языке, литургию стали переводить на греческий язык. Так вот, там впервые, я думаю, что это было там, впервые словосочетание Иешуа-Машиах было переведено на греческий язык. И это получилось по-русски Иисус Христос. И вот с греческого слова, слово Христос, да, внимание, слово Иешуа превратилось в греческий Иисус, потому что в греческом буквы Ш нету, они заменили буквой С. И это слово имя собственное, и оно не переводится. А слово Машиах, оно переводится на русский язык, оно помазано, но с греческого оно уже никак не стало переводиться, ни на русский. И я думаю, что таки стоит в Новом Завете часто вот это слово Христос говорить и понимать как помазание. Там есть в этом смысл. Не во всех местах, но это иногда звучит Иисус Христос, иногда звучит Христос Иисус. Например, в иврите сначала идет определяющее слово, потом прилагательное. То есть сначала идет, в одном случае Иисус Христос, можно сказать, Иешуа, который помазан. А можно сказать, если это Христос Иисус, то это помазание, которое на Иешуа. То есть есть какой-то оттенок, который может быть теряется при чтении, восприятии и переводе. Или, например, закон был путеводителем ко Христу. То есть, скорее всего, к помазанию, а не к самой... Нет, одно не исключает другое, но оно говорит об акценте, что именно к помазанию. Теперь одна маленькая. Книга Судей, 12 глава, 4-5 стихи. Ситуация такая. Есть внутри Израиля внутренний конфликт. Помазанник Ифтах, он ссорится с... У него есть ссора с ефремлянами. И собрал Ефаи всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жителей галаадских ефремлян, говоря, выбеглицы Ефремовы. Галаад же среди Ефрема и среди Монассии. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. То есть, Иордан является естественной границей между галаадитянами и ефремлянами. И когда ефремляне хотят вернуться обратно домой через мост, через переправу... И когда кто из уцелевших ефремлян говорили, позвольте мне переправиться... То стража, жители галаадских говорили ему, не ефремлянен ли ты? Он говорил нет. Они говорили ему, скажи шиболит. А он говорил сиболит, ибо не мог иначе выговорить. Сиболит это в переводе колос. Шиболит это колос. А он не мог выговорить букву ш, и говорил сиболит. И не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Обратите внимание, как раз здесь, вот эти ефремляне, они как раз... Во-первых, то, что их могло спасти при переправе через реку Иордан, это только сказать правильно одно единственное слово. Вы знаете такое слово, которое может вас переправить из этой жизни в будущий мир? Да, это одно слово, Ешуа. И давайте обратим внимание, что здесь ефремляне не могут выговорить только как раз одну букву. Именно ту букву, которую не выговаривают большинство христиан. Букву они заменяют Шеносе. Нет, мы не будем делать из этого никаких выводов. Это так, просто пример, что я думаю, что люди, которые произносят имя Ишуа, как Иисус, если они действительно в Него верят, они спасутся. Но сам этот пункт интересный, могло бы получиться интересное лжеучение. Но просто люди ассоциируют, я просто хочу показать, что люди ассоциируют, вот, не знаю, Иисус Христос, как имя и фамилия. То есть, Иисус, Сын Господина и Госпожи Христос. Вот так это у людей ассоциируется, и это неправильно, и это надо как-то раз... Чтобы в голове был винтик, что это немножко не так работает, как мы привыкли об этом думать. И еще одно место я вам хотел показать насчет Откровения с Иоанна Богослова, 1 глава, 8 стих. Есть имя Божье из четырех букв «Юд-Гей-Вав-Гей». И в тексте на иврите у этих четырех согласных могут быть десять разных огласовок. Оно может прочитываться десятью разными способами. И считается, что каждый из этих способов, он открывает какую-то из грани Бога, и можно найти какую-то закономерность, что происходит при каждом прочтении. Это очень интересно, и я этого всего не знаю, но я думаю, что если исследовать, то в этом направлении можно что-то найти. Так вот, вот это имя Божье «Юд-Гей-Вав-Гей», оно относится и к Ешуа в том числе. И это слово такое емкое, что вы очевидно знаете, что есть глагол «быть», который в настоящем, будущем и прошедшем времени, вот они все вот в этом слове помещаются. И с другой стороны, когда Бог открывается Моисею с первым, первый раз упоминает это слово в Исходе 6 главе, Моисей как бы говорит, какое твое имя. То есть помните, когда Моисей убегал из Египта, он убегал потому, что евреи, вот ты убил египтянина, и говорят, ну и почему ты это делаешь? Кто тебя послал? И для того, чтобы сейчас пойти в Египет, Моисей говорит, кто ты, чтобы я мог сказать старечному, кто меня послал. А Бог вот этим именем, как бы говорит, ты не поймаешь меня на имени, потому что я выше всякого имени. То есть я был тем, кем я хотел быть, я являюсь тем, кем я хочу быть, и я буду тем, кем я хочу быть, и ни в какой форме ты меня не можешь зажать каким-то именем, каким-то магическим именем. Ты не можешь меня облечь в какую-то форму. То есть есть еще пара мест в Писании, когда Бог уходит от ответа для того, чтобы назвать. Он говорит, что в имени тебе Моем, оно чудное. Это ангел Господень говорит Маною, отцу Самуила. И также, когда Иаков встречается, борется, богоборческая у него такая ночь проходит, и там тоже ангел уходит от того, чтобы назвать свое имя. Так вот, здесь, в одном стихе, давайте Откровение Иоанна, 1 глава, 8 стих, прочитаем. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Есть такое мнение, что вот эти вот полтора десятка слов, они все вместе являются переводом только одного еврейского слова «You gave away» имени Божьего. Да, посмотрите, «Альфа и Омега, начало и конец». Да, это все есть, это все вложено в имя «You gave away». Например, вот это слово «Альфа и Омега», ну да, Ешуа был евреем, Иоанн был евреем, на каком языке они говорили? Ну, наверное, ж не на греческом. И переводить вот это, не знаю, «Альф» и «Тав», переводить как на «Альфа и Омега», в соответствии между «Тав» и «Омега», вот эти все вещи, они довольно сложные. Ну, и здесь скорее есть такое мнение, скорее всего, что Иоанн попытался вот этими словами передать смысл, который смысл вложил Ешуа в это слово «You gave away», он перевел это на греческий язык. Вот такая у нас история, и чудесное, удивительное тут заключается только в том, что мы считаем каким-то новым для себя то, что уже вложено в Писание, это основы нашей веры. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин